В последнее время многие из звезд российского шоу-бизнеса, оказались замешаны в громких скандалах. Смотрите видео до конца, и вы узнаете, что произошло в российской индустрии шоу-бизнеса сегодня. Стало известно, какое наследство оставил Кунгуров после смерти. Оперный певец и звезда шоу, голос Евгений Кунгуров оставил после смерти немного. Продюсер Сергей Дворцов поделился, что в Москве у артиста была недвижимость. У Евгения, насколько я знаю, в Москве осталась только квартира на Зоологической улице, где нашли его труп, и вроде все. Остальное, я так думаю, в Свердловской области, где он жил и где покоится, уточнил Дворцов. По данным издания, стоимость жилья в этом районе начинается от 25 миллионов рублей. Журналисты также узнали о регистрации Кунгурова в районе Марфина, неподалеку от телецентра Останкино. Предположительно, певец там арендовал квартиру на время съемок. Фактически артист прописан в поселке Гагаринский Свердловской области. Далее. Дарья Донцова считает, что близкие Евгения Кунгурова вовремя не обратили внимание на его тяжелое состояние. Писательница рассказала, что певец принимал лекарства, но никто об этом не знал. По мнению знаменитости, очень важно как можно больше находиться рядом с близкими людьми. Это позволит избежать трагических последствий. Во-первых, это могло быть под влиянием минуты. Во-вторых, это могла быть какая-то болезнь. Человек принимал лекарства, никому об этом не рассказывал. Кто-то должен быть рядом из тех, кто знает правду. Просто быть рядом и не отпускать далеко от себя, потому что в один момент что-то может щелкнуть, высказалась Дарья Донцова. Писательница также не стала отрицать, что кто-то мог нажать на болевые точки Евгения Кунгурова, что привело к трагическому исходу. В качестве примера Дарья Донцова привела саму себя. «Меня очень легко обидеть, есть точки, на которые можно нажать. Я обиды не покажу, но мне будет больно. Либо нажали на что-то, либо что-то вспомнил. Это порыв. Есть же флажки, которые расставляет человек. Мы их не видим, а близкий человек это видит», — заключила писательница. Далее. Лефортовский суд Москвы отклонил иск Анастасии Пак, которая требовала компенсацию, за проведение голой вечеринки Анастасии Ивлеевой, которая состоялась в клубе Мутобор. Иск был направлен как к самому клубу, так и к блогеру Анастасии Ивлеевой и основному акционеру АФК «Система» Владимиру Евтушенкову. Целью истца было перечисление полученных денег в пользу фонда участников СВО. Суд отклонил иск к компании владельцу клуба Мутобор. Однако неясно, принято ли решение относительно всех ответчиков или только данного юридического лица. Ранее другие истцы также пытались добиться моральной компенсации за оскорбительную вечеринку, но до сих пор ни один из них не смог достичь успеха. Вечеринка почти голой Ивлеевой была разделена на два дня. Первая часть прошла в ночь на 21 декабря в одном из престижных ночных клубов Москвы. Звезды российского шоу-бизнеса явились на мероприятие, следуя дресс-коду, который предполагал весьма смелый наряд. Однако появившиеся в сети кадры вызвали некоторое общественное возмущение. В свою очередь, блогер дала комментарий по поводу данной голой вечеринки. Она искренне извинилась за утечку фотографий. Кроме того, она пообещала, что вырученные средства от мероприятия будут перечислены на благотворительность. Далее. Теле, и кинорежиссер Олег Забугорский считает, что российскую киноактрису Чулпан Хаматову, уехавшую в Прибалтику после начала специальной военной операции, ждет незавидная участь. Забугорский уверен, что Хаматова, чтобы выжить, будет вынуждена работать за копейки. Это предстоит всем уехавшим за границу, после начала СВО «звездам», поделился кинорежиссер. Он добавил, что на чужбине российские звезды оказались никому не нужны. Хаматова в итоге, «попомните мои слова, за похлебку чечевичного супа будет работать в Прибалтике», — сказал Забугорский. Предстоит, по его мнению, Хаматовой также еще отбиваться от тамтошних русофобов, которые будут попрекать ее российским прошлым. Далее. Гости не уходят с выступлений любимых артистов без причины, это является знаком для любого музыканта, что следует что-то предпринять, об этом заявил певец Юрий Лоза. Так исполнитель прокомментировал новость о том, что концерт Александра Серова в Угличе прошел, почти в полупустом зале, люди ушли, не дождавшись завершения выступления. Если публика уходит во время выступления, это звоночек для любого музыканта, нужно предпринимать какие-либо шаги, это не рядовой случай, а повод задуматься, — отметил Лоза. Также он предположил, что у Серова на концерте возможно что-то случилось с аппаратурой или сам артист себя плохо чувствовал. Далее. Мария Шукшина в последнее время известна своими жесткими взглядами, которые, порой, противоречат основной политической линии в стране. Артистка не стесняется публично критиковать власть за какие-то законы или действия, что дало ей невероятную популярность в соцсетях. Недавно Шукшина высказалась о наводнении в Ворске, раскритиковав действующего губернатора региона. Она выразила мнение, что Паслер не был заинтересован решать проблемы пострадавших, от этого и разговаривал с ними в приказном тоне. После этого поста появились слухи, что артистка была задержана. Однако как быстро появилась эта информация в сети, так же стремительно исчезла. Адвокат семейства Шукшиных Юлия Вербицкая-Линик утверждает, что ничего не слышала о задержании Марии, так же не в курсе происходящего ее мать и сестра. Правозащитник полагает, что если бы сведения не были ложными, то им сообщили в числе первых. Позже Вербицкая-Линик заявила, что новость о задержании Шукшиной может быть фейковой. Причем существует большая вероятность, что запустила ее сама артистка. Я не знаю, что было в этом случае, но очень часто, источником такого шок-контента в отношении себя становится именно она, говорит адвокат. Тем не менее, спустя сутки после новости о задержании Марии Шукшина, так и не вышла на связь с родственниками. На звонки журналистов актриса не отвечает. Семейный правозащитник выразила мнение, что знаменитость может быть занята чем-то серьезным, такое случается с ней довольно часто. Вербицкая-Линик полагает, что после пропажи звезда может неожиданно объявиться, с каким-то новым информационным поводом, и нужно только подождать. Далее. Заслуженный артист России Сергей Трофимов, высказался о недавнем скандале, с участием певца Григория Лепса, во время концерта в Костроме. Об этом пишет издание Абзац. По словам Трофимова, в данном случае он не поддерживает ни исполнителя, ни поклонницу. Он призвал решать конфликты с помощью слов, а не каких-либо других методов. Все зависит от культуры исполнителя. Зачем у девушки из рук что-то выбивать? У нас для разрешения конфликтов существует речь, которой мы отличаемся от бабуинов, все можно объяснить словами, но ее я тоже не поддерживаю. Зачем лезть к артисту вот так в наглую? Он же ее попросил этого не делать, сказал артист. Далее. Основатель групп «Грибы» и «Квест Пистолс» Юрий Бардаш поделился своим мнением о поведении украинского артиста Андрея Данилко, известного под сценическим псевдонимом Верка Сердючка. Получивший российский паспорт, продюсер Юрий Бардаш отметил, что нелюбовь к России у одиозного Андрея Данилко началась с его исполнения песни Лэша Тамбы на Евровидении. Он также отметил, что медийная Верка Сердючка и президент Украины Владимир Зеленский спелись и не могут выразить ничего иного. Акже пророссийски настроенный Юрий Бардаш высказался об ориентации Андрея Данилко, чем вызвал оживленные дебаты в сети. Его нелюбовь к России началась с исполнения песни Лэша Тамбы, да кажется. В целом это очень талантливый, большой артист. Естественно, нетрадиционные ориентации, это тоже всем было понятно. Они с Зеленским спелись. Он не может ничего другого сказать. Все. Он поставил на ту систему, на ту западную культуру, на тот гедонизм, в котором всегда жил. Без сожаления, без каких-то томой, как жалко. Вы хотите жить паразитами. То есть вся западная культура предлагает именно это. 90% рабов, которые за копейки работают, и 10% обслуживающих политики и культура. Украинский продюсер Юрий Бардаш, который теперь считает себя полноправным гражданином России, также подчеркнул, что западная культура особенно сурова, а в современном мире может использоваться в политических целях и оказывать влияние на большое количество людей, сказав. Вся западная культура предлагает именно это. 90% рабов, которые за копейки работают, и 10% обслуживающих, политики и культура. Делитесь этим видео с друзьями, а также не забывайте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео.